Пассажиры с применением специальных средств. В связи с этим просим вас прибывать на вокзал заблаговременно. Благодарим за понятное и сомненное чувство. Здравствуйте. Не так давно Илья Варламов выложил видео, не выходя заранее. Ролик рассказывает о том беспределе, который творится на так называемой транспортной безопасности. Я тоже готовил этот материал аналогичный, но Илья оказался быстрее. Сейчас материал готов и я, соответственно, также готов им с вами поделиться. Для того, чтобы не утруждать вас просмотром часового ролика, этот материал я разбил на две части. В первой части – это документальный фильм. Вторая часть – пояснения, ссылки, статьи и комментарии. Ну, а также то, что вы прокомментируете в документальной части. Человек. Вы ко мне обратились. Представьте, пожалуйста, предъявите удовлетворение личности. Вот, пожалуйста, у меня basic висит инспектор по досмотру. У вас работала рамка на металлосудержимое. Что дальше? Я спросила, что у вас металлосудержимое. Что дальше? Мои личные вещи. Вот, пожалуйста, у нас написано, что все металлосудержимое предметы выкладываются перед… Извините, конечно, не ваше дело, но я с целью террористической защищенности… Перед рамкой все. И проходим рамку… Что противоречит Конституции, КУАП РФ? Причем Конституция, Федеральный закон номер 16. И что там происходит? Транспортная безопасность. Вицы, заходящие на транспортную территорию, должны пройти первичные досмотру… А как он проводится? Там есть определение этого термина? Да. Что я сняю штаны и должен раздвинуться и годиться. Я вас не прошу снять штаны. Пойдемте со мной, пожалуйста. Перед проходом. Пойдемте. Пойдемте. Вот, пожалуйста, у нас есть стоятель, стоятель сделан. Да. Вот, пожалуйста. У вас есть пациент, у нас через недавно, правильно рассчитывается? Ну, что дальше? Покажите мне… Девушка, девушка, покажите мне… У него сработала рамка. Не, подождите, у него сработала рамка. Не перебивайте меня, не перебивайте. На добровольной основе гражданинской федерации имеет право показать или не показать сумку. Но! Вы можете предложить показать ту вещь, на которой сработала рамка. Мне интересно, что у него там находится, а именно ту вещь. Он может вам в обычной форме это произнести сейчас. Правильно, Андрей? Моя личная вещь. Подождите, откуда я знаю, что он скажет телефон… По конституции Российской Федерации у меня есть… А вот для этого вы вызываете милицию, мы составим протокол… Причем… Нет, нет, нет. Согласно федеральному закону, молодые люди. Что там, что он говорит? Федеральный закон номер 16, транспортную безопасность… Что там говорится? Какая статья этого закона? Что там говорится? На добровольной основе. 12.08. Хорошо. 12.08. Сейчас я ее найду. Пожалуйста. Алло, добрый день, а можно полицию в 10-й зал? Тут мужчина снимает на видеокамеру, у него сработала рамка, и он отказывается показать, что у него сработало на металл. В 10-й зал можно пригласить полицию. Мужчина снимает на камеру, отказывается показать, что у него в карманах. Рамка сработала на металл. Все записывается на камеру. Снимать здесь нельзя, мужчин… Здесь можно снимать? Нет. На основании чего? Федеральный закон номер 16. Какое? 16? Что там сказано? Видеосъемка… То есть вы не знаете даже положений этого закона? Съемка запрещается… Я снимаю вас, я не снимаю в зонах. Ну откуда я знаю, что вы снимаете меня, а не территорию? А потому что у меня есть видоискатель, и он направлен на вас, а территория не снимается. Вот вы в курсе, что у вас здесь аудиозвук не записывается? В курсе. А вы в курсе, что по приказу министра РЖД от 2015 года вы не имеете права на деятельность вообще? Должна производиться видео и аудиофиксация. Так, у меня нет времени ждать. Что? Что? Личная вещь? Личная вещь, ручная кладь и также груз-багаж подлежит, да, осмотру? Ну не подлежит. Подлежит молодой человек. Есть статья Конституции, есть КОАП РФ. При чем Конституция? КОАП РФ. Вы задерживаете свободу моего перемещения по стране, которая является гражданином. У вас сработала рамка на металл. Когда будет полиция? Сейчас они на отработке поезда. Сейчас я старшую смену приглашу. Дальше что? Зачем мне старшую смену? Ну потому что вы, понимаете, у вас прошли и рамка сработала. Я у вас спросила, что у вас металл сработало? Личная вещь. Личная вещь. Саш, подойди, пожалуйста, сюда. Тут мужчина снимает на видеокамеру, во-первых. У него сработала рамка и спросила. Он отказывается показывать. И все это снимает на видеокамеру. А не на отработке поезда. Он говорит, я не могу ждать. Я пошел. Нет, я просто тебе... Жаль. Подойдите, подойдите. Через сколько подойдет сотрудник? Сумочки, пожалуйста, на ленту. Девушка, сумочки, пожалуйста, на ленту. Снимать здесь нельзя, молодой человек. Снимать вас можно. Снимать нельзя в зоне. Снимать нельзя оборудование, технические средства осмотра. А снимаю я у вас так, как вы производите публичную деятельность. Выполняете свои функциональные обязанности. И ваша деятельность не является закрытой, да? Когда подойдет ваш сотрудник. Я жду две минуты и иду дальше. А где вы арендуете? Можно спросить? Это не относится к делу. Почему не относится? По кочану. Ну, вы с меня снимаете, я могу даже спросить. А на каком основании? Сумочки, пожалуйста, на ленту. Я на основании закона, а открытости информации. Во-первых, федеральный закон номер 16. Да? 12.08. Что вы туда? Леницы, заходящие на транспортную территорию, обязаны пройти досмотр. Я его прошел. Я его прошел, но результаты досмотра у вас не устроили. А посему вы должны сообщить в полицию. У вас работала рамка. На металл у нас сидит все предметы. Я спросила, что у вас делать? Личные вещи, я вам ответил. Через досмотровые, через рамки вы должны... Где это написано? Сейчас я найду. Выложите все металл содержимые предметы. А это где написано? Дурь вот эта где написано? Почему это дурь? А потому что это дурь. Вот что вы сейчас стоите и морозите, это вообще даже не смешно. Я изучил все, что касается этой темы. Во-первых, мы не смеемся и не вижу. Ну я вижу, что вы не смеетесь. У вас просто... День добрый. На каком основании человек меня пытается выложить все заставить? Расскажите. Чего тебе? Что? У него рамка сработала, я спросила, что металл содержимые. То есть человека не устроил... И человека не устроил. Результат прохождения мной досмотра. Да, да, да. Что дальше делать? Вызываем полицию. Выкладываем полицию. Да, вызываем полицию. Мы не выкладываем. На каком основании я должен выкладывать? Выйдите сюда сначала за рамками. На каком основании я должен все это выложить? Нет, они отработают поезды. Все? Все. Нет. Ну да, мы там сейчас шли на отработке поезда. Там спросите, там дальше спросите. Подождете полицейскую не отработки поезда? Нет. В Средней Азии. Как нет? На вас рамка срабатывает. И что дальше? Вы укладываетесь из карманов, значит все. Это в честь чего? В честь того, чтобы рамки не срабатывали. А вы в аэропорту так же привлекаете? А при чем здесь аэропорт? А если бы ядерная война была? Давайте еще с этого начнем. Вот закон номер 16. Ну, что дальше? Ну, так доведите, да. Где? В каком пункте этого 16 закона написано, что я должен что-то подкладывать. Показывать вам личные вещи. Это статья КОП РФ. Это называется личный досмотр. Речный досмотр. Да. Проводится в присутствии двух понятых с оставлением акта. Нет. Так вам уже никто не говорит, чтобы он вас досмотрел. Так я и не выкладываю. А зачем? Я не хочу этого делать. Вы не хотите этого делать, значит не пройдете. Я прошел, но результаты вас не устроили. Не устроили. На основании этого вы обязаны вызвать полицию. Обязаны вызвать полицию? Вы подождете полицию. Нет, я не буду ее ждать. Как это не? А это противоречная конституция. Вы задерживаете меня без основания. Никуда мы вас не задерживали. Как это? Вы просто отказываетесь проходить. Я прошел, но результаты вас не устроили. Не устроили, конечно. Ну, вызывайте полицию. Я прошел. Я прошел. Я прошел, но результаты досмотра вас не удовлетворили. Ну, досмотр я прошел, первичный, с использованием технических средств. День добрый. День добрый. РФ. Ничего не пытался провести. Давайте. Он проходит, на нем рамка срабатывания девушки. Говорит, ловите все из кармана. Он говорит, не буду укладывать ничего. Это моя личная вещь. Я имею право на сохранение личной тайны. Есть конституция. Есть стенды, на которых написано «это на безопасность». Понимаете? И что? Для того, чтобы пройти в помещение, вам необходимо выложить все вещи. А где это написано? Я вам мешаю. Давайте посмотрим. Товарищ прапорщик, я вот сейчас готовлю видео по этой теме. То есть я, вот это законодательство, начиная от Конституции, КУАП РФ по личному досмотру, приказы министра о проведении досмотра изучил от и до. И я вам говорю то, что вот этот коррупционный 16 закон, он просто не имеет. А в чем заключается его коррупция? Распил. Распил. Обычный распил. А что распил? Распиливается зарплата, пенсионные фонды и прочее. Закупки, обслуживание оборудования. И это какое-то значение имеет то, что вы не должны предъявлять? Нет. Я не обязан ничего предъявлять. То есть если сработала рамка первичных, они здесь проводят первичный досмотр. Повторный досмотр и прочее, собеседование. Я его прошел. Но результаты их не удовлетворили. В этом случае они должны оповестить сотрудников полиции. Вот вы здесь. Вы принимаете решение. Либо арестовываем этого товарища, который нарушает мои конституционные права и допрашиваем его. Либо вы инкриминируете мне какое-то нарушение согласно статей Куап РФ. Два понятых. Проходим в комнату досмотра. Составляем МАК досмотра. И вы досмотрите. Двести третьи. Двести третий. Двести второго. Продолжение следует... В 16 федеральном законе нет. То есть есть понятие первичный досмотр, повторный и прочее. Но нет определения этих терминов. Ни в одном из документов не сказано то, что в каких случаях я что должен выкладывать, зачем мне эта ересь нужна. Так уже достали все. Продолжение следует... Маленькая баночка сумочка. Все, наверное, срабатывают. Там баночка. Это имеет... Я извиняюсь, а это имеет какое-то отношение к этой ситуации? Я сумочку поставил. Сумочка прошла. Поставил, да, она прошла. А девушке скучно, а она начала там... Ну отлично. Это хорошо, когда вы на рабочем месте не скучаете. Продолжение следует... Да, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... И вы потворствуете этому. Если он делает все по инструкции, которую ему выдали, значит все идиоты, которые этой инструкции написал для него, виноваты в 10 раз больше. Сотрудники так называемой транспортной безопасности, не постесняясь этого слова, настаивают на том, что я должен пройти первичный досмотр. Я его прошел, сумку я поставил на технические средства досмотра, прошел в рамку. Рамка запищала, соответственно, их не удовлетворил результат пройденного мной первичного досмотра. Вот та сотрудница сказала, чтобы я все выложил на стол, развернул карманы, приспустил штаны, разлинул ягодицы. И именно это будет первичным досмотром. Ну нет, я утрирую, конечно, это я утрирую. Значит, я отказался выкладывать это все, так как у нее нет права это вытравить. А сейчас они не имеют права требоваться. Что там сказано, товарищ правительство? Что там сказано? Что вы граждане не прошли? Нет, я прошел, но результаты не устроили. На связи. Смотрите, что вы отвечаете? Вы разбирались в 10-м зале? Нет, разбираемся в 10-м зале. Я принял, принял. Ну, то есть вот эти ребятишки... По постановлению правительства там скажем, что граждане обязаны выполнять требования сотрудничества и незаконными. И если требования являются незаконными, я не обязан. Что значит незаконными? Незаконными. А где закон есть? Есть Конституция, есть КОАП РФ, есть Уголовный кодекс. А постановление правительства, это на самой нижней ступени находится. После Конституции, КОАПа и прочее. Так вот, вот это постановление, оно противоречит главным документам. А как противоречит? Как противоречит? То, что личный досмотр делают, производят сотрудники в полиции. У нас личный досмотр не проводят. А что, в чем проблема? Я отказываюсь их просьбу выполнять. Если я отказываюсь, вы не допускаете. Почему? Я прохожу. Нет, они оповестили вас. Вот вы сейчас принимаете решение, вызываете принятых, проходим в комнату досмотра, составляем акт досмотра и вы досматриваете меня. В связи с чем? Не знаю, вот спросите у них. Это же, наверное... Рамка срабатывает на металлическом предмете. А как она отрегулирована? На что она отрегулирована? Акты поверок? Можно посмотреть? Конечно. А можно показать акты поверки? Когда последний раз проводилась? Кем и являются ли уполномоченными эти люди? Можно увидеть документы на рамке? А кому? Пригласите, пожалуйста, руководство. Кто? Отвечаю. А почему вы не будете? Я прохожу через сломанный агрегат. Этот агрегат реагирует на пломбу в зубе. Почему я должен из-за этого выворачивать карманы и все остальное? Зачем мне это надо? Я согласен. У вас нет запрещенных предметов. Вы кладываетесь на... Да, если они думают, что у меня... В аэропорту та же система... При чем здесь аэропорт? При чем здесь ядерная война? Такая же... Давайте рассматривать ту ситуацию, которая возникнет сейчас и здесь. Но... При чем здесь аэропорт? Какой здесь аэропорт? Та же система и аэропорт. Какая та же? Вы... Нет, какая же. С поездами и вот со всей этой вот метели. С этой вот толпой народа ходящей тут. И скапливающейся. В аэропортах тоже самое. Нет, я был в аэропортах. Я говорю, при чем здесь аэропорт и железнодорожный вокзал Казалска? Просто говорю о том, что... Не надо просто говорить. Есть нормативные документы, давайте придерживаться их. Давайте. Ну вы их не придерживаете? Нет, они противоречат этим документам. Каким документам они противоречат? Они хотят посмотреть на мои вещи. Я не хочу... Они не хотят посмотреть на ваши вещи, они хотят убедиться, что вы не проносли... У меня есть личная тайна, согласно Конституции. Это личная тайна охраняется этой Конституцией. Я не хочу им дарить. Тогда вы не можете пройти места повышенной опасности. Транспортные безопасности. Нет. Они меня не пропускают, утверждая то, что я какие-то вещи имею. Они вызвали вас, давайте досмотр. Они не утверждают, что вы какие-то вещи имеете? Они подозревают. Подозревают. То есть на основании своих подозрений они поделились этой информацией с вами. На основании чего? На основании чего? Вот этого технического устройства. Да оно не работает. Ну с чего вы взяли? У меня нет документов, подтверждающих их полноценную работу. На связи. В 10-м зале нахожусь. Кто-то помощь нужна, подойдите? Да, подойдите. Ну давайте побратим. То есть вам нужны документы на исправление? И мне нужны от них основания, чтобы я им показал что-то там. Основанием не является его? Что? Это не основание. Это инструмент, это не основание. Показания этого аппарата. Он не работает. Но это ваши фантазии? Или что? Это фантазия этих людей то, что аппарат исправлен. С чего вы взяли, что он не работает? Вот вы с чего это? А у меня не с чего брать то, что он работает. Нет, так вы утверждаете, что он не работает? Да. Потому что он среагировал непонятно на что вообще. Металл на какой? Какой металл? Ключи. Вот ключи у меня есть. Ну. Я не хочу этим людям, которым я не доверяю, свои личные тайны там какие-то. Он срисует, он срисует рисунок ключа и ко мне проникнет в квартиру. Ну, почему мы тогда будем идти? Что зачем? Я арендатор. Я на втором этаже арендую офис. Я иду к себе на работу. Здесь есть определенные ограничения. Определенные ограничения, только никто не знает о порядке применения этих ограничений. Что они имеют право делать? Что они имеют право делать? Ну, давайте вообще постановление по основанию. Давайте. Давайте. Они имеют право, что они имеют? Прямо буду рад, если укажете пункт. Установление правительства. От 15 до 14 до 12 до 8. Об утверждении требования пособления транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах по видам транспорта. Что у нас? Определяет физическое лицо, следующее либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры, обязанное осуществлять проход в проекте транспортной безопасности в соответствии с правилами проведения досмотра. Да. Дополнительного досмотра. Это 227 приказ от 15-го года. Вот, я вам зачитываю. О 2014 году, 15 ноября. Установление правительства. Так. Обязаны проходить досмотр. Так. Понятно вам это? Нет, я его прошел. Просто результаты их не устроили. Что случилось? Вы не прошли? Я прошел досмотр, результаты которого не устроили сотрудников транспортной безопасности. И они пытаются меня... Пунктом В. Выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности направлено на обеспечение транспортной безопасности. Вы обязаны выполнять. Вот это. Вы также не предпринимаете действия препятствующие выполнения служебных обязанностей. Я не препятствую. Понятно? Вкратце. Вкратце. Я поставил сумку. Сумка прошла через этот конвейер. Я прошел через рамку. Это не работающая рамка у них запищала. Я вот это вот... Работала у вас тут что-то при вас не находилось? При мне, да. Ага, дальше. Вот. И вот эта вот тетенька начала у меня допытываться, что у меня лежит в карманах. У меня в карманах лежат личные вещи. Личные вещи металлоискателем проводили. Если что-то сработало, может быть у вас там что-то запрещенное при вас находиться? Может. Поэтому они должны оповестись у сотрудников полиции, ну и так далее. Мы прибыли. Прибыли. Сейчас вы отказываетесь... Я не отказываюсь. Давайте два понятых. А? Протокол досмотра. А какой? Вы... Вы отказываетесь дальше, что у вас что-то запрещенное есть? Нет. Господа, подойдите, пожалуйста, сюда. Мы от протокола. Сейчас при вашей работе металлоискателем поправили? Так. То есть то, что у вас может быть запрещенное, вы откажетесь сейчас это предоставить? Или не запрещено? У меня нет ничего запрещенного, у меня есть с собой личные вещи. Личные вещи? Да. Ну, они не являются запрещенными? Они не являются запрещенными. Вы не можете сейчас их показать? Я могу их сейчас показать, но в установленном порядке. Тогда, Олег Васильевич, приглашаю в дежурную часть. Будем там оперативника приходить заниматься. Нет, вот здесь есть комната осмотра, два понятых. Я с этого места никуда не уйду. Сейчас нам надо вызвать тогда оперативника. Олег Васильевич, вызываем оперативную дежурную. Пускай сюда подходят. Вопросы? Да. Тогда оперативные средства будет? Конечно. Конечно, Сок. Вопросы? Клин-8, 203. А позвони мне Рорану, не сказать, что он будет выникать. А вы видели, что на Курском вокзале творится? Нет, не видел, что там не было. То есть там толпа стоит перед рамкой, вот начиная от начала этого подземного перехода и кончая этой рамкой. И стоят вот три человека, которые там в носу ковыряются и пытаются в рутом моху поймать. Поверьте мне, мы не стоим, мы в носу не ковыряемся. Я не про вас. Я говорю про вас. Сейчас попросил, да. Потому что мы показали те же ключи, которые могут работать. Нет, на самом деле я вот сейчас готовлю видео для Ютуба. Это ваше полное право. Соответственно, вот оно. Готовьте. Надо же все показать, как это. Все правильно. Задействуйте столько сотрудников. Все правильно. Готовьте, конечно. Конечно, задействуйте. Главное, чтобы никто не забывал, кто вот это все готовит. А свои... Это, 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 это Медведев. Это Медведев. А подписал вот это вот, там, и приказы все вот эти вот порнушные. Бывший министр транспорта, который своровал 65 миллиардов. Которого Путин принародно отругал, короче. А сейчас он, который возглавляет кафедру государства. Вот это вопрос обязательно понятен. Вот, да. Это у меня в конце ролика с фотками и сообщением, да. Все правильно. У меня там люди ждут. Мы понимаем. Понимаете? Понимаю, конечно. У вас работают, чтобы безопасность была прежде всего. А, алло. Я где-то через полчаса буду. Все, спасибо. По-моему, мы где-то с нами пересекались. Да на той же теме. На той же теме. Да, наверное, они были уже. Я и в дежурку несколько раз приходил и... Ну что, вы просмотрели документальный фильм. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Пишите комментарии. Мне очень важно услышать ваше мнение. И я призываю вас всех следовать нашим российским законам, чтобы тогда законотворцы схватились за голову. Ну и думали, что с этим делать. Сделаем Россию правовым государством. До свидания.